Глубоко уважаемый президент, уважаемые участники конференции. На Ваше внимание сравнительная оценка различных хирургических методов лечения варикоцелия. Проблемы лечения варикоцелия в связи с ее бесплодием были включены в программу ВОЗ и на сегодняшний день осуществлены не до конца разрешенным. Варикоцелия считается распространенным заболеванием по данным Европейских ассоциаций урологов. В 2010 году им страдает от 11 до 30% здоровых взрослых мужчин. И многие исследователи считают, что при варикоцеле до 40% мужчин страдает бесплодием. И у 60% больных варикоцеле отмечают нарушение сперматогенной функции яичей. В литературе также имеется о связи варикоцеле с гипогонодизмом и эректильной дисфункцией гамидов в 2015 году. Следующий слайд. Все оперативные вмешательства при варикоцеле подразделяются на две группы. Окклюзирующие операции и микрохирургические операции. Хотя микрохирургический варикоцелия считается также окклюзирующим операцией, микрососудистые воскулиризации проводили путем сформирования тестикулопигастральных и тестикулософенных анастомозов. Нам выполнено 278 оперативных вмешательств, распределение больных в зависимости от метода операции и степени варикоцеля, приведенные на этом слайде. Как видно, этим пациентам выполнено 4 вида оперативных вмешательств. Все эти пациенты на фоне варикоцеля имели патаспермию той или иной степени. Следующий. При выборе оперативных вмешательств обязательным условиям учитывания гемодинамической типа варикоцеля по кулсету. Как видно, имеется 3 гемодинамической типа варикоцеля. Установлено, что при риносперматическом типе варикоцеля все окклюзирующие операции патогеницистки оправданы и обоснованы. При или сперматическом смешанном гемодинамической типа варикоцеля установлено, что провести венедренирующие операции. Следующий. Для выполнения оперативных вмешательств выполнялись различные оперативные доступы. Ретроперитониальные, ингивенальные и субингивенальные. Ретро-притерниальная операция, проведенная операцией Ванисеевича, Паллома, ингвениальная венодренирующая операция, субингвениальная подпаховая варикоцелектомия с субингвениальным доступом или операция Мармар-Гольштейна. Операция Мармар в классическом виде выполняла без аптического увеличения, что не позволяет видеть девичковую артерию, она часто перевязывается с веной. Микрохирургическая варикоцелектомия выполняется под аптическим увеличением в 8-12 карат из этого же доступа. Операция дополняется вывихванием в рану яичка, перевязывается наружная семенная вена и вена к губернакулю. Воскулиализация сосудов проводили путем формирования тестикулософенных анастомозов и пресечения внутренней семенной вены, анастомозили с притоком внутренней пегастральной вены и вены, огибающей подвздошный кост. По показаниям одномоментно формировали двухнаправленный анастомоз. Иногда, когда эпигастральная вена раздельна стволом, уобразную форму при сохранности клапана выполняли двухнаправленный анастомоз. Следующий. Тестикулософенный анастомоз, как правило, выполняли без вскрытия пахового канала, то есть выполняли одномоментно два анастомоза. Выделяли большую подкожную вены, убеждались в сохранности клапана, делали подкожный туннель, через который в рану проводили вену и накладывали анастомоз. Следующий. При анализе клинических проявлений дискомфорт и боли увеличения мошонки после операции Иванисеевича и Мармара остаются высокими, хотя имеют тенденции к уменьшению. Гипотрофия яичек после операции Иванисеевича увеличилась, а после операции Мармара оставалась на высоких цифрах. Гидроселы в обеих группах увеличились 4,7 после операции Мармара-Гольштейн и воскулиоризации. Все эти показатели значительно уменьшились, хотя гипотрофия яичек была остаточным явлением, но они имели тенденцию к уменьшению. Следующий. Температура кожи мошонки после операции по сравнению до операции во всех группах имела тенденцию к снижению. Это хороший прогностический показатель. Однако после операции Мармара-Гольштейн и воскулиоризации показатели температуры были одинаковыми со здоровой стороной, то есть им была градиент температуры. Следующий. Скорость обратного сброса от крови по уронтернему вене во всех группах в зависимости от степени варикотела на определенном уровне. После операции за исключением рецидивов скорость обратного тока не регистрировалась. Следующий. При измерении скорости кровотока по яичковым артериям в зависимости от степени выраженности варикотеле до операции было зарегистрировано ее уменьшение. После операции Иванисеевича и Мармара выявлено некоторое повышение скорости кровотока, хотя при варикотеле треть степени она все же оставалась на относительно низких цифрах. Мы это связываем с чрезмерным расширением венгоразовидного сплетена, который не подвергался регрессию. Эти изменения были у пациентов без повреждения яичковой артерии. У пациентов после операции Мармар-Голштейн и воскулиоризации кровоток достоверен, был выше, чем до операции, хотя несколько ниже по сравнению с нормальной величиной. Следующий. При оценке индекса резистивности яичковой артерии до операции были отмечены заметные повышения величин в послеоперационном периоде. Эти значения достоверно уменьшились, но не доходили до нормальных величин. По операции Мармар-Голштейн. Следует отметить, что эти показатели после операции были у пациентов, которые не имели осложнение рецидива гипотерапия гидроцелия. После микрохирургических операций отмечено заметное снижение индекса резистивности, которые достигали нормальных величин. Следующий. Для выявления объема яичек всем пациентам было выполнено ультразвуковое исследование яичек. Гипотерапия яичек выявлена во всех операционных группах, причем уменьшение объема яичек зависело от степени выраженности в арикоцеле и длительности заболевания. Увеличение объема яичек выявлено после операционного периода. Несмотря на увеличение объема яичек, все же эти показатели были в нижних нормальных величинах. Увеличение объема яичек значительно было увеличено после микрохирургической варикоцелектомии и воскулиоризации. Кроме того, у семи пациентов было выявлено уменьшение объема яичек до 9,4. После операции Мармара выявлена тенденция к выявлению объема яичек у 11 больных. У других 11 больных улучшений не было, однако у семи больных, у которых были нормальные величины объема яичек, выявлено гипотропия яичек, что было связано с повреждением яичковой артерии. После операции микрохирургической варикоцелектомии и воскулиризации уменьшение объема яичек не выявлено. Следующий. При оценке состояния экулята до и после операции в сроке от 6 до 12 месяцев отмечалось заметное, количественное и качественное улучшение параметра спермы. Однако после операции Иванисеевича Мармара показатели спермограмм уменьшились ненамного, так как у один из пациентов было улучшение, а у семи было ухудшение. В частности, улучшилась концентрация, подвижность, количество жилых сперматозоидов. После операции микрохирургической варикоцелектомии и воскулиризации отмечены более прогрессивные улучшения параметра спермы. Однако это проявляется не на всех пациентов. Так, улучшения параметра спермы были у 6 пациентов после микрохирургической варикоцелектомии, у 2 после воскулиризации. Но у них не было ухудшения. Грубые изменения параметра спермы были у пациентов варикоцелектомии старше 26 лет, не зависели от степени выраженности варикоцелектомии. Следующее. С улучшением количественных и качественных спермы после операции изменились виды патаспермии. Однако изолированные нарушения спермы встречаются редко в наших случаях. Поэтому у одних больных улучшились все параметры, а у других провести параллель между ними статистически было невозможно. И тем самым операции количественных больных патаспермии, нарушения спермы уменьшились. Пациент перенес у операции Иванисеевича патаспермии, были 71. Из них 10 было супружеском паре. В процессе наблюдения у одного жены возникла беременность. Таким образом, результаты проведенных операций представлены на этом слайде. Наиболее часто рецидивы были после операции Иванисеевича. Гидроселы развелись после операции Мармара. Гипотрофия яичек была до операции, остаточным явлением, которые не улучшились и развелись после операции Иванисеевича и Мармара. У шести больных после Мармара развился лимфоста семейного канатка. Деторождение среди больных по Иванисеевичу из 10-1, по Мармар-Гольштейну из 15-3, по Мармар-Классический из 15-5, по васкулиоризацию из 19-12. Среди наших больных у 54 было бесплодие, деторождение было у 21 больного, что составляет 38,9%. Спасибо за внимание.